В эти дни на специальном полигоне Академии МЧС прошли совместные учения специалистов Роскосмоса и пожарной службы. По сценарию фрагменты ракеты упали в лес, возникла угроза большого пожара. Уже через две минуты к месту падения прибывают боевые пожарные расчеты. Фрагмент ракеты упал, и надо принять все меры для того, чтобы уменьшить последствия негативного воздействия на территорию окружающей природной силы и, прежде всего, населения. Первой в клубы дыма идет разведка – химики-дозиметристы. При работе, например, с гептилом не допускается обычный угольный противогаз, потому что гептил, попадая на уголь, как на катализаторе, разлагается на нем, и человек может задохнуться от азота. На выходе из ядовитой зоны – дезактивация, обработка специальными растворами. А пока химики определяют границы опасной территории и уровень загрязненности воздуха. Тушить сам источник пожара нельзя. Остатки топлива должны выгореть полностью. Так, безопаснее для окружающей среды. Показана демонстрация технологии пожаротушения температурно-активированной воды, которая будет применяться при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с падением ракетоносителя «Протон». Такие автомобили с этой технологией пожаротушения уже с 2009 года были поставлены для оснащения подразделения МЧС России. Это новая и уже доказавшая свою эффективность технология. Благодаря так называемому взрывному кипению из пожарного ствола выходит не горячая вода, а пар, или, как говорят пожарные, туман. Он безопасен для людей, но создает надежную водяную завесу. Воды при этом тратится в 10 раз меньше, чем при обычном тушении. Такая водяная стена стоит до 40 минут. Когда топливо выгорело, с помощью этой же высокотемпературной технологии отмывают фрагменты ракеты. Водяной пар проникает в самые труднодоступные места. После такого душа остатки ракеты уже безопасны для работы экспертов. Почву, зараженную топливом, обрабатывают специальной каменной крошкой – шунгитом. Подготовленный шунгитовый материал, он имеет как бы несколько функций. Он не только погружается в раствор, чтобы начать процесс дезактивации, разрушения, но и частично мелкие частички остаются на поверхности. Мелкая часть фракции в объеме – это очень эффективно, посмотрите, пожалуйста, усиливает процесс дезактивации. Финальное действие – рекультивация Земли, чтобы она не превратилась в безжизненный лунный бунт. Первые учения закончились. Программа выполнена успешно. Слушатели сдали экзамен на «Отлично» и готовы к работе в реальных условиях. Правда, лучше, чтобы подобные катастрофы были только на учениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова